Девушки отдыхают Подожди, это ритуал был у меня японский, ты шо? Я думал, ты хочешь бутылку с вином открыть ей Марат, ставишь волосы, короче, на гепке начали расти Я шо хотел сказать, уже вы меня совсем отвлекли А не надо было это снимать, подожди, это ритуал Все нормальные японские липовани, перед тем, как сжахнуть стакан хорошего домашнего новачка Должи что-то по-японски ляпнуть, вот я шо и сделал, короче Вот человек как человек, понимаешь? Но только за руку берешься, сразу, короче, в тебе дикий японец, короче Я бы тебя не японцем назвал, а бы каким-нибудь тю-тю-ля-ля Ладно Поздоровайся, человек Так я уже по-японски только что поздоровался, вошел и вышел, короче Друзья, всем привет, с вами Дисклепан, привет, мои хорошие Эх ты, друзьяки Марат Джан, собственной персоной Япония, ну ладно Тайцы, а шо, тайцы и японцы не одно и то же? Ну, скажем так, азиатская, восточная кухня Короче, не впервые, но впервые на канале Марат, наконец-то долгожданный, будет готовить Том-Ям Вот рискованное дело, рискованное дело Почему? Ну щас Меланя встанет А, ты про это, я думал ты про Том-Ям Короче, поближе к рецепту Мы давно порывались и наконец-то такие случилось так еще марат что надо купил что надо у нас лежала шоу не доставала либо они прислали катя марат короче меня для тебя снимал сюрпризов это будет полежит как ты шоу эх ты сегодня у нас вообще именно чисто такое японское настроение вот все влазит и вылазит так это тебе сегодня будешь работать этим японцам серега вчера на привозе подогнался 3 марат не нож не топор не на кире не сантуку это что-то с привоза вещь хорошая вчера были в этой в маленькой литве шо он там по карасю делал эх ты сегодня будет уже самое только по креветкам марат шо за красота я шуток давно здесь не убирал шашлы бы проросли боже мой вешенки вешенки креветки целая куча всего цибуля толстолобики марат ну и шо запись нормально на днях петрович заезжал ты посмотри что за прелесть привезли обалдеешь марат вот у нас есть место удивительное его даже юнеско для себя зафиксировала да как называется это ручная работа от реки вска роспись вот когда петрович днепропетровск ты что-то там еще еще не такое найдешь короче обязательно съездим спасибо огромное а у меня есть такие елочные подожди парад не они пишут это не было это настоящая замечательная великолепная виски ручной работы короче у петровича есть там хороший человек то ли кум то ли еще лучше короче и делает вот такую штуку ты понял так что попробуешь не обязательно с кукурузы марат там еще какая-то эксклюзивная есть бутылка но он ее забыл потом привезет ладно я вроде бы все сказал я все о маниле липовани мы и помимо этого толстолоба замечательного вина и море всей радости еще и домашнего петуха передали так что сегодня на этом замечательном бульоне мы уже варим к даже не варим и вот томим сад и какой жир прямо с палец а может быть 2 рассказывай дальше ты потому что я уже нужен концентрированный сильно концентрированный бульон на самом деле но если вы хотите настоящий там я кто-то делает на воде но это не для маратуры я там я готовлю лучше всех на кокосовом молоке он говорит вот на этом месте рот свой закрыл да и вышел из кабинета никакого косового чуть позже расскажу почему появилось кокосовое молоко для туристов в таиланде особенно для русскоговорящих поэтому поверьте мне никакого кокосового молока в том ям не идет есть другой суп называется том х вот там идет и мясо куриное и там идет кокосовое молоко а напутали все наверно да верно так и так оно и завелось расскажу в процессе все про и кокосовое молоко и право сливки и про марат почему такой начитанный потому что у него друг по друге да да это это отдельная история давай мы начнем чистить креветки таяц настоящий рассказал готовить этот суп настоящий таяц который шеф но он работал в израиле в бестрот наш это быстрая кухня была модно а чё ж не знаю наверно 14-15 лет назад там за три с мясом с курицей но предыстория очень интересная давайте не пугайтесь самое главное а что это за макароны заморожены ремень это лемонграсс мы его Он бывает сухом, он бывает свежий. Это свежезамороженный. Я заказывал его по интернету, чтобы не ходить искать по магазину. Вы его весь используете? Если нету вот этого... Можете даже не готовить. Не надо начинать готовить том-ям. Вот просто не надо. Вам даже петух домашний не поможет. Если вот здесь я не нашел галангал. Из-за этого заказал вот такой микс. Вот это корень галангала. Он чем-то похож на имбирь. Он так же примерно и выглядит. Но по вкусу немножко другой. Поэтому вот у нас не будет немножко галангала. И я добавлю еще имбиря тоже. Здесь у нас листья кафорского лайма. Все можно тоже найти, ребята. Не стесняйтесь. Тоже заменить ничем нельзя. Но без него можно сделать этот суп. Опять же будет другое название. Без вот этого нельзя. Не готовьте. И без рыбного соуса. Без этого вонючего? Вонючего, да. Ну как? Он вонючий. Но я еще не открывал, но уже таки аромат... Он открывается в блюде. Скажем так. Горяченьким. С чего начнем? Давай креветки почистим. Нам надо почистить креветки. Хорошо. Так и сделаем. Давай, Марат, сюда. Серединки. Я недавно, короче, посмотрел, где. Наверное, как обычно в инстаграме или где? Куда мы их будем? Креветки? Да. Чищеные? Да, вот сюда родные. Скажи мне, вот это вот кинза много-много. Нам вся надо будет? Ну, много надо будет. Хорошо, я ее сейчас я положу, пусть она здесь отмачивается. Сереж, ты там что-то про инстаграм хотел сказать. Ну, так я хотел, я и скажу, что. Что тут такого? Так, сейчас сделаем место. Про инстаграме хотел сказать. Марат чистит креветки как? По-старому. По-старому. Именно раздеваешь. Короче, что нам надо? Голову чехлы нам надо? Надо. Все, кидай сюда, мы их здесь промоем. Вот так вот берешь вилочку, загоняешь под панцирь потихонечку. Маратик, и вся креветка у тебя дома? Да. А ты что, вообще, одним легким движением? Так, чехлы сюда, так я буду прямо... Как будто бы то движение, которое старое, хуже этого. Только с другой стороны ты это делаешь. И ручками. Нет, нет. Если при лопчице, я думаю, Сережа, способ будет просто быстрее. Очень-очень-очень быстро, конечно. Слышь, удобная вещь, юлки-палки. Уже начало и креветки закончились. А еще и удобно, что, короче, у них вот эта вот кишка прямая сразу. Смотри. Оп. Я вот тебе видел. Открывается. Слышь, хлобысь. Хууууу. И не пригодилось. Что ты ищешь? А такая штука, знаешь, как чистилка для картрошки, только с узким носиком. У тебя была такая. Ну, это Ваня дал. Тебе она надо? Вот ей удобнее, чем вилка. Ты ее загоняешь плоским этим под эту. Или у нас уже нечего чистить? Ладно. Есть. Марат, зачем выдумывать велосипед? Уже кто-то до нас придумал. Вон, вилка мне очень нравится. Хорошо. Получается быстро. Можно как угодно. Можно и пальцем, можно и зубочисткой повышивать. Но все, мне нравится, что ты сразу добираешься до этой кишки, которая здесь не нужна. Так, что, все, нет, еще парочку осталось. Лимон в холодильнике, Маратик, в нижнем ящике. Слышишь? Он сколько, сколько снимается, все никак не научится, что шептаться не нужно. А что шепчется? Лимон где? Лимон где? Лимон где? Это же не секрет, елки-палки. Он думает, что вы нескольким. Нет, а Марат говорил, что что? Так вот, ты не субчить, я уже сейчас. Да это я уже поутернировала. Научишь меня, как Марата. Вон идет, идет лимон. Ну давай сейчас, что? Нашел. Нашел. Так, а у меня уже все, вот закончились. Маратик, головы чешую, это надо промыть аккуратненько, да? Промыть, достать мясо из бульона, и будем туда, забрасывать эти головы. Панцири, охрана вкуснячья, только на них получается. Будете эти панцири варить? Катя, ты их ни в коем случае нельзя выбрасывать. А, тихо-тихо-тихо-тихо, выбрасывать. Это же шедево, знаешь, какие соуса с них вытягивают, вываривают. Так, а я сейчас пойду схожу за чашечкой. Что, венчика хочешь? Теперь с орла тебе можно. Сережа. Миланьке хочу бульона вашего налить. Налей, может она том яму захочет. Уже готовый. Вы же сейчас как накладете туда перца, еще что-то. Маратик, он должен быть острый? Очень. Да ты шо? Он должен быть очень острый. Острый и кислый. Не кисло-сладко-острый, а именно острый и кислый. Острый и кислый. А что вы так угрюмо это сказали? Ну я смотрю на тебя, ты уже поменялась в лице. И что мы тебе сделаем лайт вариант? Договор, Маратик. Если получится, да, Сережа? Ну а че нет? А получится? Что там чем? Давай до чем-нибудь. А вот японские есть или тайские. Так я тебе принесла вон. Кого? Для бульона? Да. Ребенку? Сейчас, две секунды, давай я выловлю курочку. Слышишь, не, ну домашний там по-другому сиди, даже у него бульон другого цвета. Ай-яй-яй, уже аж ляжка разделась. Пахнет очень вкусно. Катюша, ну по-настоящему. Ты шо, липова ни другое не едят. Ребята, бульон не солили. Абсолютно не солили бульон. Потому что что? Там ям сам по себе очень яркий, да, ему мешать не надо. А только дополнять. Уже все услышали, что он должен быть кислый и острый. О, печенка деликатесная. Хочешь? Да. Север, даже... Шоу, Марата, очень важно оставь, Катюша. Это не важно. Это не важно, какого цвета домашняя печень. Подмариновать три веточки. Родники, давай маринуй. Делай во всех традициях. Я не нашел лайма, у нас сегодня лимончик. Можно с косточками. Неужели, Марат? Да. Ничего не будет страшного. Не, как он с косточками, как я, так я бы сейчас их вылавливал. Хорошо, что у меня вот это вот... Я только хотела сказать. И считал. Не, не отправили. И вот ложечку, одну ложечку рыбного соуса. Как он называется? Так и называется, рыбный соус. Все. Кать, ну а на самом деле... Дай помехать. Ой, ни с чем не сравнимый тайский аромат. Чуть-чуть. Тайской женщиной пахнет. А ты откуда знаешь? Если вот так подмариновать креветку, то потом, когда вы ее опустите в суп... Он лежит рыбу там у тебя. Э, ты! А ну оставь тебе нельзя, это... Это не тебе, это Марата. Когда опустите в суп, креветка, даже если суп еще, вот, допустим, вы его выключили, а креветка там еще лежит, она не развалится. Благодаря вот этому легкому маринаду. О! Надежное место. Вот, там рыба, иди. Слышишь, ты с таким карпом я бы сам пососался? Ты посмотри на эти губы, елки ты, палки. Перед, Сереженька, вперед, давай. Как люк. А? Вот обязательно копченую надо было взять, да? Кать, сиди спокойно, я хочу людям показать. Цвет, прелесть, шо это? Бронза, золото. Золотая бронза или бронзовое золото. Прямо естественно-неестественно красивый цвет. Бесподобно, елки ты, палки. Кусочек толстолоба, слышишь, а какой соус? Он вчера на 67 килограмм, он мне снился. Я сегодня проходил мимо. И шо? Нету? Такой кусочек маленький. Серьезно? Разобрали? Такой кусок. Катя, это очень редко такое случается, чтобы на 67 заплыл. Ты представляешь? Так он же его режет. Тебе же не обязательно целый купить. Мы делали шашлык, это было очень вкусно. Это очень вкусно. Потому что мы не взяли кусочек. Я не знаю, почему мы не взяли кусочек. Ты же сказала, что у нас денег нет. Так я сказала, она была меня убедить. Что деньги есть. Там мы все деньги на семечки потратили для голубей, елки-палки. А так бы купили кусочек сомы. Сегодня будет шашлычок. Я даже не знаю, хочешь закопти, хочешь на гриле, хочешь на мангале его покувыркать. А, чехлы. Бульон добавь ребенку. Хорошо, хоть не побила, ты понял? Ну так уже я скоро побью. Кидается. У меня даже поварешка тайская. Называется. Что? Слушай. Ну это же пенициллин опять приготовили, елки-палки. Хватит столько. Еще один. Катя. Ну половину. Это у нас не останется на том ям. Ты бежишь ребенку, жалко бульона. Ладно. Будет меньше том яма. Ладно, я это вырежу. Та ты шо? Та я сейчас все ребенку отдам. Смотри, сколько надо. Все, да, мне для ребенка ничего не жалко. Хозяйка. А вам не много его? Спасибо. Сайнара, бойна. Бойна. А, горячий. Так, а теперь именно чехлы, да? Да. И на мелком огне. Короче, вот как идем, да? Да, вот она же у нас еле-еле. Еле-еле-еле-еле бухает. Ухтит. Ух ты шо. Ну давай я хоть расскажу. Я все забываю рассказать эту историю, как я научился это готовить. Давайте. Ну давай. Есть у меня подруга, зовут ее Олеся. Олесенька, привет тебе, я знаю, ты на сынах досмотришь. Недавно родила сына. Поздравляю еще раз. Она очень любит готовить, но абсолютно не умела до встречи со мной, до знакомства со мной. Как и я, короче. Короче, и она съездила в Таиланд. Приехала, это было лет 10-12 назад, не знаю, где-то так. И позвала меня, говорит, я приготовил том-ям. Я впервые слышал вообще об этом супе, никогда не видел, не ел и не побывал. Короче, сравнивать у тебя не с чем было? Не с чем было сравнивать. И она мне поставила на стол вот эту тарелку с какой-то с жижей, с кокосовым молоком. Ну, короче, все, что я смог съесть оттуда, это три креветки. Остальное для меня было, ну, я ей так это в лицо и сказал, я же такой парень прямой, я говорю, эту жижу я жрать не могу. И спустя где-то полгода, может... А ты не смазил ее маленькая, а кто тебе этот плов научил готовить? А она там у кого-то поспрашивала. У нее, слава богу, английский более-менее не такой, как у меня. И где-то через полгода, может, 8 месяцев, она меня зовет к себе опять. И там вот этот... Через полгода, через 8 месяцев. Хорошо, хоть не через 9, Марат. Кратите. Когда она родила первого ребенка. Тайский повар, с которым она познакомилась. И он, значит, показывает мне, как надо готовить настоящество в ям. Так она вас специально двоих позвала сравнить, на кого похож, короче. Он, короче, знал, ну, может быть, 200 слов на иврите. Нет, 200 слов на английском и 100 слов на иврите. Я примерно наоборот. Но после третьей рюмки виски мы с ним начали... Заговорили, короче. ...хорошо понимать. И вот он меня научил, не только том-ям, он меня научил работать с воком. И очень много других вещей мне показал. Ну-ну. Что, ну, вот так и научился готовить вот такой том-ям, который я вам сейчас буду показывать. И он мне сказал, что ни в коем случае в том-ям не идет кокосовое молоко. Все это, как бы, в ресторанах придумали для туристов. В правильных ресторанах, в дорогих, на столе ставят, как это, соусницу с кокосовым молоком и соусницу со сливками. Сливки правильнее для этого супа даже. То есть ты имеешь право выбрать, да? Если вам остро, вы имеете право налить себе в тарелку, чтобы вам не было так остро. Потому что молочный продукт, он как бы смягчает остроту. Это всеми... Да, да, да. Сережа, когда там в ресторане всех угощает своими... Соусами. Соусами. Потом несет литр молока. Соусами. Вот. Поэтому ни в коем случае том-ям без кокосового молока, в лучшем случае сливки. Это еще допускается, но прямо в тарелку лучше. Ты очень убедительный. Я уже сам думаю, блин, елки-палки, ты что, даже если было бы, я бы отказался. Все, уже я понял. Уже все поняли, что... Панцирью варим 10-12 минут, не больше. Хорошо. Скажи мне, а мяско-то добавить к бульончику? Конечно, обязательно, серьезно. Ты что? Беленькое. И сразу же, может быть... А мы будем добавлять суп мяса? Нет. Нам нужен только бульон. Серьезно? Он, кстати, уехал потом в Италию. Готовишь? Сейчас я вам беленькое. Сказал, платят меньше, но жизнь дешевле. В Италии, чем в Израиле? Привет, мой Галёсик. Привет, мой золотой мальчик. Слушай, какая курица прямо елки-палки. Горячий холодец в руках. А мамон тоже претендует. Катюня, ты посмотри, что за фуагра. Да. Сережа. Что, селедка? Гав, гав, гав. Так, хватит так вот. Наша мальчик как раз проснется. Под запахи там яма. А ждет ее домашний. Пенициллин. Вот спасибо. Бульон настоящий. Холодцом попахивает, ребята. Да, да, да. Ты тоже хочешь? Согласен с тобой. Че тоже хочешь? Именно аромат такой, что ничем не спутаешь. Так, 10 минут. Что я могу поделать своим ножом? Скажи мне, дай что-то хотя бы помыть вешенки. Что? Катенька. Галангал. Он не такой резкий, как имбирь. У него здесь и имбирь, и лава. Слушай, ты пенсионерка. А ну пусть станет. А ну, двести руку. Да, она с собачкой. Да, елки-палки. Ну, что это сидя на жопе снимать? Где-то видно. Другой. Другой запах. Не такой, как у него. Такой лаймово-нежный, да? Да, но я его отдельно вот не нашел даже в интернете. Поэтому мы добавляем немножко. А что еще в той коробке? Прямо со шкуркой. Вот такими полосками наруби. Да, я сполоснул. Марат, а что еще там в этой коробочке? Здесь он же лемонград. Здесь перчик. Тайский этот острый. И листья, которые вот я отдельно. Так, а что вы не купили одну такую упаковочку? Или это мало вам было? Это мало. И я думал, что здесь лемонградса будет больше этого галангала. Я, ты когда сказал тонко, я хотел тем ножом. Но как обычно, без Серегиной терки уже не обходится ни одно приготовление блюд. Маратик, вот так вот достаточно? Да. Шикардос. Шедевр. Куда тебе его? Пока, пусть лежит. Вот давай рядышком складировать вот так вот, да? По ингредиентам все это. Так, это есть. Дальше что делать? Дальше можно заняться грибами. Мыть их надо? Полоснуть. Но обязательно это же вешенки. Их желательно не резать, их надо рвать руками. Ну хорошо. Вот так много вам грибов надо? Катюша, сыг это красиво. Ножки, ножки мы сегодня выбрасываем. Ну не выбрасывайте, потушим. Можно, да, но они просто готовятся дольше, намного, они жестче. Поэтому только вот... Так, давай я сразу сполосну. В верхней части. Или надо разобрать, а потом помыть. Не важно. А задача? Марат, но вы не выбрасывайте. Хорошо. Складывайте в отдельную мисочку. Маме, маме отвезем. Конечно, мама себе приготовит что-нибудь. Мы вообще-то хотели маме уже том ям отвезти. Ну ладно. Ну ничего, и том ям отвезешь. Ладно, привезем ножки. Голубцов не досталось маме? Пусть готовят. Может, хоть в том ям достанется. И второй раз не досталось? Нет. Мало приготовили? А ты еще больше? На 6 килограмм фарша. Сумасшедшие, что ли? Нет, мы просто очень любим голубцы. Так, а помидор ты набрал, они туда тоже идут? Тоже идут. Сейчас этот хвостик дорежу. Прямо сюда можем вкладывать. Слушай, смотри, прям гильотина какая-то. Бачишь? Марат, вот преимущество ножа. Тебе его и поднимать не надо. Видишь, как он катается? Ага. Форма такая, правильно. Да. Стой, это вот сюда. Ты его разбудил, он опять уснул. Не, ну самурай настоящий, ты видишь? Слышишь? Скажи, у меня сейчас как у Милании. Обеденный сон, понятно? Так. Вот эти крупные. Да. Вот смотри. Вот так, на полоски просто рвешь. Хорошо, а этот что вот такой вот средний красивый напополам? Можно целиком. Блин, ну я буду лучше давать целиком. У меня рука не поднимается, такую природную красоту взять, взять еще и порвать. Корешки обязательно вот сюда. Хорошо, хорошо, отдельно, да. Что вы там делаете, покажите. Грибы пересчитываем. Играемся. Так. Ребят, вообще в этот суп идут другие грибы. Удивительно. Вот тебе, наверное, тарелочка под ножки вот эти вот. Называются они королевские устричные грибы. Таиландские именно. Они похожи по вкусу немножко на вешенки. Если вы даже не найдете вешенки, как во всех ресторанах у нас тут используют прекрасные шампиньоны. Катюша, а ты сейчас вспомнишь, за что он говорит. Магазин Бонзай. Который мы покупали тогда для нашего том яма, когда мы готовили еще без манатиков. Помнишь? В баночке. В баночке. Грибочки. Ты его открываешь, там вот такой шарик. Шарик, да. И вот когда ты его разрежаешь пополам. А у него внутри ножка, короче. Вот это они и есть. Это вот эти грибы, короче. Ты если бы сказал бы, я бы вспомнил и заехал бы. Вот это они и есть. Мы же возле него проезжаем. Обалденно. Я думал, что шитаки, короче, надо. А на самом деле... Не, 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 не шитаки. Шитаки сюда не идут. Шитаки, сертаки. Я первый раз вот это такие грибы видел. Для меня было удивительно. Думаю, елки-палки, что это за каштаны такие непонятные? Ага, кругленькие. А когда разрезал, он удивительный внутри. Тоже нету явно выраженного какого-то вкуса. Они такие нейтральные, но прикольные. Вам не пора доставать ваши эти ошметки? Я засек время. Креветочные. Не переживай. И не сходи с ума. Что, вот это я уже мою, да? Да. Ох, тихо-тихо-тихо. У меня же остался этот большой, который, ты говоришь, надо порвать на полоски. Ох, мы разве не приготовим? Да ты шо? Обалдеть. Еще четыре минуты. Меня количество радует. Сегодня же мы в этом казане, Василич, а? Не бограч, так хоть том я. Я вообще думал, что сегодня девственная красота у этого казана. Первый раз он сегодня выгуливается вообще. А купил он его уже год-два назад. Канолевый до сих пор. Что? Года два назад? Что, что? Все забыли. Надо корни порезать мелко-мелко и сейчас бросить туда. Потом мы процедим вместе с этим самым. В бульон? Да. Все. Где ножик? Ножик. А вот перед тобой японский. Ребятки, корень, именно корешки. Нарезаем. Мы их все равно процедим и отправляем. А скажи мне, что все четыре пачки надо? Три. На тебе третью вот даю. Не важно, как помельче, чтобы быстрее вкус ушел в наш бульон. Все, Серега. Давай. Бомби. Я согласен. Только кориандр. Это вообще-то кинза, Манат. Она же и кориандр. Да. Ну, семена. Кориандр. Кинзы. Семена кинзы. А, слушайте, я не знал. Садись, два. Вот же, что же мне. Учительская дочь. Не, ну она тут не учит, она просто снимает, понял? Вот же, потому что воспитание. Поставили снимать. Зато, зато, извини, что перебиваю, когда ты утром снимал один, ты видел, сколько людей написал, что ты снимать не умеешь? Потом чувствуется, что твоя рука, а не Катина. Не читал? Я просто... Я тебе сообщаю об этом. Когда ты ходил, снимал иней. Спасибо, предатель. Ё-моё. Сейчас видно, не Катина рука написали. Он с горя выпить решил. Тихо, тихо, это не пиво. Вот сейчас успокойся. Ух ты. А ну дайте мне. Быстренько голение. Ты кайфанешь. Петрович говорил, что это эксклюзив. Это бурбон. Это самый настоящий. Ты его нюхаешь, да? Я уже его попробую. А ну. Так, где? Да ничем. Не знаю, я закушу. Это же кукуруза. Кориандром. Только что ты не сразу же не сбивай аромат. Это смаковать надо. Ребята, ваше здоровье. Угу. И 42. Ты понял? И что? Вкусно? Она крепкая и вкуснячая. Как компот. Да. Обалдеть. Вискарь? Настоящий вискарь. Два кубика льда. Поиграться. Ой, не люблю разбавлять. Я понял. А камушки? Прекрасные вечера. А камушки были он подарил. Русланчику. Да. Вкуснячая? Все, не давайте мне больше, пока там я не закончил. Я понял. Вот такие у нас замечательные подписчики. Дуже дякую. Ребята, спасибо огромное. Обалдеть. Ворота с зеленью уже шикардос. Такой получается. Она должна сейчас отдать, только мы все это процедить. А я, 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 я знаю. Еще минутку и снимаем. Хорошо. Есть что делать мне еще опять? Так. Можешь, да, немножко. Какой ты говоришь, это лайм Каенский? Это... Гваделупский? Что? Кипрский. Кипрский? Кипрский он называется. Он, 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 как обычный лайм, только у него кожа такая грубая. А они там замаринованы или они просто вакуумные? Нет, просто мороженое. Свежие листья. Просто листья мороженые. Они, они продаются, как лавровые листья. Скажи мне, но это, это он же? Это он же, да. Это уже готовый набор, грубо говоря, на том я, да? Да, сколько его нам мало. Порцаечка. Но вы его израсходуете. Конечно. Слушай, как оно все нежно, приятно пахнет. Марат, паста, то, с чего началась наша, вообще, это? Да, мы ее увидели и вспомнили, что мы давно хотели том ям сделать. Вот здесь пачечки 50 грамм. Пасты? Да. Это примерно на 2-3 порции супа, по-тайски. По-нашему это где-то на порции 5-6. Потому что там огонь. Разбавляй не хочу, так это надо помыть. Тут очень много ингредиентов. Тут есть тот же лемонград, тут есть галангал, тут есть тамарин, паста очень важная, тут есть веточная паста. Короче, очень много ингредиентов, много чеснока. Поэтому пользуйтесь, это уже готовая смесь прекрасная. Слушай, и недорого, просто пачку надо запомнить. Мы нашли это, где мы были на початке. Фирмы, ребята, настаиваю, именно этой фирмы, это то, что мне показал еще тогда этот тайский повар. Мы его назвали Вилли, потому что настоящее имя выговорить невозможно было. Это прям как вчера. Да. Поэтому вот эта фирма, ей пользуются все рестораны в мире. Именно вот этой. Рекомендация от Марата. Шоп, ты нам был здоров. Так, грибы чистюли уже. Марат, а мы сегодня читали про особенность этой породы. Ну-ка, ну-ка. И, короче говоря, она была создана для того, чтобы знатные дамы грели себе коленки и руки в эту собаку. Короче, чтобы ты понимал, наш кавалер, короче, видел теплое место самой королевой, чтобы ты понимал. Ты представляешь, их вывели, короче. Она знала, наверное, заранее специально себе такую собачку. Не, их вывели, чтобы они, короче, в холодных замках грели им коленки, ноги, короче, на себя натягивали блох, короче, охраняли королеву. Ты понимаешь, но это все-таки какое-то отклонение от спаниеля или смесь с спаниелем. Это долгая история. Там была оригинальная порода, потом начали... Поэтому они и охотники должны быть. Потом ее начали сводить. Мода пошла на каких-то маленьких собак, правильно? Они как раз с пекинесами сводили, и они деформировались в породе. У них стала более короткая морда, покатый лоб, а потом его опять возрождали. Короче, ты наш принц. Точно. У нас самый оригинальный, короче... Что-то хотел сказать. Королевский. Кто? Я. Марат что-то сказал, я хотела его... Перебить, да? Охотника. А, да. Короче, он не охотник. Он просто выступал, как это, пугал птицу. Понимаете? То есть, как бы... Не пугал, поднимал. Поднимал. Да. Ну, так это охотник. Имеет отношение. Да. Так, Марат, я тщательно-притщательно фильтрую. Да. Чтобы ни усики, ни... Красно-зеленое. Ничего не получились. Но цвет уже том-ямовский. Откуда ты знаешь? Так посмотрел на меня. Как будто бы он утром вместо борща и кофе том-ям кушает каждый день. Подавали том-ям? Где ты работал 20 лет? Я не работал в тайской кухне. Том-яма там не было. Но тот, что приготовили мы, был очень вкусный. Я его готовил в ресторане, и мы угощали людей. С кокосовым молоком? Да. Вот тот, что для туристов. Но мне очень понравился. Бульон шедевр. Я стою на перекрестке двух веков. На задворках спетой юности моей. Я разметала, раскидала пацанов. Вот и нет в моей колоде козырей. И вернуться не получится никак. Только память, да потрепанный альбом. Как-то в юности с надеждою в зубах. Мы играли с желваками без понтов. А известью не надо обрабатывать деревья. Дядя Боря, для вас. Что ты говорила? Извините, не надо обрабатывать деревья. А что делось? Иди кибер, по-народу. Зайцы там. Как это? А причем саблезубы. А я видел тут зайца по дороге к вам. Да? Я рассказывал ему. Да, зайцы, фазаны, листы, куропатки. Я начал подумал, кролик сбежал, а потом понял, что это не кролик. Так что ты не удивляйся, если этот утром, по утрам насчет, что-то дичь какую-то тягать. И я тут пруд пруди. Ёлки ты по. Марат, ну все, я перефильтровал. Дуже красиво, ребятки. Дуже файло. Опускаем туда. Так, сливаем этот лишний. Нам эти чехлы уже не пригодятся? Нет. Слушай, а их бы сейчас на сковородочку, вот так вот мелко-мелко-мелко томить, до именно хлама, потом... Да. Ой, да. Готовый соус для любого салата. Что там, важная информация у тебя? Все, закладываем весь галангал, который у нас есть, вот в таком количестве. И половина того, что ты нарезал... Имбиря? Имбиря, половина пока. Я хочу попробовать, потому что он может дать горечь, чтобы не переборщить. Слушай, это все будет нормально. На Шри-Ланке этот имбирь с чаем едят, с борщом, с чем угодно. Все, надо вскрывать. А они там тоже на курице готовят? Обязательно. Они готовят на коренном концентрированном бульоне. Они вываривают курицу, где-то часа полтора-два достают, снимают с нее мясо, а кости возвращают в бульон, и еще 2-3 часа вываривают. Что себе? Одну. Чего одну? Пока одну. Потом они этот бульон замораживают порционно, и когда человек приходит в ресторан, допустим, они на 2-3 порции этого все быстренько прямо в кастрюльке... Попробуй. Размораживают. Дай-ка я попробую. Мараж же сказал, что она очень острая. Да не очень. Ой, вкусняха. Бомби всю пока. Она вообще не острая. Дай уж я попробую. Она раскроется. Да. У нас перчик есть еще. Она концентрированная, вкуснячая, но она не острая. Скорее кислая. Ну, все как должно быть. Там есть, я тебе говорю, там и лимонград, и это все. Тебе ничего не напоминает это? Нет, а что это должен быть? А когда мы на Шри-Ланке ели лапшу такую с морепродуктой? А, ну я же сказал, что они там на Шри-Ланке все с имбирем едят. Да, ну вот такой себе общий вкус. Да, Мараж, давай две пачки бомбить. Ты что, ты издеваешься что ли? Подожди. Ну, елки-то. Добавить мы всегда успеем. Хорошо. Давай, на, возьми где твой мощный топорик. А надо что, отбивные сделать? Чуть-чуть, чуть-чуть, не сильно, надо их раскрыть. Так это про меня. Вот этой стороны. О, а вот сейчас острота уже открывается между... Открывается, открывается, по этому спешить не надо. Все. И вот так каждый... Люк не очень доволен. Мешают тебе спать. Мешают, не дают спать мальчику. Слушай, смотри. Аж с конца вот это у него. Бачишь? А вот теперь, Катя, вот этот, который он подавил, понюхай. У него тут что-то вылезает, Марат. А? У него что-то вылезло. Смотри. Оп-оп-оп. Чирк-чирк-чирк. Чирк-чирк. Чирк-чирк вылезло. Я такого еще не видала. Слышишь? Подубасите тебя под топориком. У тебя тоже что-то вылезет, елки-моталки. Си их. Ты меня все обрызгал, Сережа. Там дядя Дима. Ты мне сиди в Москву береги. Ладно, я тебя отмою. Сказал Дон Кихота привозить? Он не сказал про Дон Кихота. Сказал, что топор готовый. Что, туда его? Да. Вот, Марат, прямо встока? Прямо встока, да. Мы его потом достанем? Вообще. Нет, его жевать надо будет. Он не кушается. Не кушается галангал. Не кушается... Как он? Тут кушается только креветки? Но в тарелку все это насыпается. Подается отдельно тарелочка маленькая, куда это все палочками, они же едят палочками, они все это вытаскивают, но при подаче оно должно там быть. Я не знаю для чего. То ли чтобы... Может, сосать надо? Нет, то ли чтобы показать, что действительно правильно все приготовлено. Вот, золотые слова. Больше не ройся у себя там в воображении, потому что вот чисто для этого. Листики эти пойдут чуть позже. Проснулась куколка. Думали тебя уже к готовому супчику разбудить? Ну? Ароматы позвали ребенка раньше. Та-да-да-дань, тадань. Опача. Салют. Доброе утро. Ты живешь как дежавю. Она каждый раз просыпается, и мы что-то готовим. И мы что-то готовим. Как дела? Красота. Скажи, давайте курицу. А? Можно еще вторую пачку. А я тебе говорил. Да. Я попробовал. И... Ну мы что-то на богатой порции делаем, поэтому и пасты должно быть. И пару ложек рыбного соуса. Все, вот так вот. Что, это уже почти готово? Идем к финалу, да. К успеху. Так, шо, ложечкой ты чем мешал? А давай поварешечкой. Слушай, а мы добавляли тогда листья, ты не помнишь? Да, конечно же. Мы все сделали то же самое. Только налили молока, да? Только еще и какусовое молоко у нас было, да. Ой, как это пахнет. Берем. Я знаю, Марат. Обалденный... Обалденный аромат. Нам этого будет мало. Так, грибочки я сюда уже подготавливаю, покачиваю. Потихонечку. Грибор раны еще кидать? Через 5 минут. Ты дал мне соевые рыбные. Две ложки. Ого. Ребят, если у вас вот осталось что-то неиспользованное, несите обратно в магазин, примут. Полтора месяца в холодильнике лежит спокойно, то есть не замораживайте лучше второй раз. Разморозили, полтора месяца в холодильнике лежит. Короче, мы будем еще раз готовить, да, Марат? Почему нет? Опа! Привет! Вылезла из кокона. Молодец! Дашь тебе помидор погонять? Курицу скажи дай. Нельзя шапку снимать. Будет холодно в ушке. Спасибо. Пробую. Папа дашь сейчас курочки тебе. Будешь кушать курочку? На, домашнее вкуснячее понюхай, обалдеешь. Фу, как вкусно. Держи. И во вторую ручку скажи дай. На. Не хочешь, не готовишь. Катюня. Домашнее. Марат, тебе дай домашней курочки попробовать. На, забалдеешь. Не солили. Не перчили. Порежу один пока. Перчик вот так. Ага. Сережа, можешь забрасывать грибочки. А чё ж не могу? Могу. Вешалки. Самим газу не надо давать? Нет, нет, нет. Вот идеальный, идеальный вариант. А потому что горелка такая. Знаешь, если я не ошибаюсь, том переводится как бульки. С тайского. А ям смешанная, смешанная. Смешанная бульки. Слушайте, представляете? Вареная смесь, короче. Это не горячая, Марат. Это очень правильно. Это правильный... Казан. Для том-яма, да. Да. Обалдеть. У Васильевича подсмотрели. Так что вам в таком казане такие борщи исполнять? Как ты вот тогда всю Украину на уши поднял. Ну, а нашли аж в Ужгороде. Да. Вот заморский борщ. Класс. Может кусочек копченого толстолоба? А что? Короче, до начала видео... В этом что-то есть. Катя говорит, опять эта рыба, говорит, на столе. Я говорю, ты молчи, говорю, он сейчас предложит ее в том ямце. А? Ты как знал, да, опять делся толкать? Молод человек. Потому что. Так, а помидоры еще раз говорю. Когда помидоры, куда? Сюда идет рыба. Морская рыба, филе. Любое. Что же вы не взяли? Подходит. Только без костей. Я хотел на самом деле взять немножко этих мидий. Ну, забыл. Что, что? Тоже иду, да? Память отказывает уже, Маратик? Да, но у нас такие шикарные королевские креветки, так что будет все вкусно. Хочешь помидорку? Не курица, конечно. Но есть можно. Бука. Миланька, давай просыпайся, уже... Уже пора. Скажи, может, она не доспала еще? Может быть, Катюша. Ну, пусть наблюдает и учится готовить. У нас уже есть один. Марат рассказывал, что дети тайские с роддома уже стоят у плиты. Что-что? Я говорю, у нас уже есть один, который готовит. Как-то готовит, Марат. Фантазер, папин, да. Есть в кого? Ну, да, если я там смешиваю и не смешиваю, то тот меня превзошел, короче. Он кетчуп жарит. Очень правильно. Ну, не с манкой же руки, папин. Давай что-то добавим. Подожди. Я думаю, можно вот так вот. Хорошо. Здесь мы чего добиваемся? Готовности грибов? Да. Это три минуты. Хорошо. Все, что-что-что. Вкусно? Слышишь, ну люк, Соня, елки-палки. Зато мы вечером сюда выходим, когда уже все спать ложатся. Когда я его дрессирую. Вот он тут исполняет, елки-палки. Я уже плюнула огород, перекапывать не буду, он перекапает. Он теперь дрессирует только. Он так буксует. Что ты хочешь? Еще остроты давай. Я хочу парубейчиков даже не буду нарезать. Кинь целиком, да. Катюша, ты не закатывай глаза. После этого супа тебе и спортзал не пригодится. Он сжигает калории и еще даже не попадая в желудок. Огонь. Слушай, может я вам переводится как дракон? Булькающий дракон? Что с таке? Что с таке, может. Помидор на это сколько? Да немного. А что ж ты столько набрал? Я думал, что это прям аж... Один помидор вот такой на порцию. Если череп помельче, то баночку. Это уже в тарелку добавляется или в суп? Я хочу и в тарелку, и в суп в конце. Понятное дело. Грибочек завалился. В тарелочке буквально одну помидорку на 4 чай. Да оставь, ты на потом расскажешь, как это надо украшивать, девушка киндекот. И все. Креветки так промариновались значетно. Не жмякай их сильно. Да они упругие, Марат. Потому что мы их правильно замариновали. Потому что они свежезамороженные. Вот. А вот и не поделетесь. Это не тот тебе полуфабрикат, что подваренный. Это же именно вчера еще дрыгались до холодильника на привозе. Шеф усами шерудит. А ну, попробуй. Мало пасты. В магазин бегите. Серьезно? Да. Где-то у тебя здесь было. Китайская вот ядовитая? Что мы готовили, да. Так вот же она тут и лежит. Тогда, походу, мы все похудеем. Чайную ложечку. Марат, смотри, казан не спали. Это же термоядер. Чайную ложечку. Да. Повидло китайское. Вот такую? Да. Это две чайные. Катя, намазать тебе? Смело. Намазать тебе шуток? Язык себе намажь, Сережка. А потом зайдешь. Он же будет худой. Мы же будем целоваться, ты же себе будешь губы натирать. Ты на какой тазе фразе застыл? Нет, я просто жду реакцию тебе. Надо такое или не надо? А. Ты будешь ходить, как Памела Андерсон с мозолевой на губах. Ну что, Марат? Что, что? Сейчас еще не растворился. Сейчас попробуем, через пару минут. Все, у нас креветки практически не валятся. Мы их бросаем, выключаем. Иди за тарелочкой. Через три минуты мы забросим вот эти листики кафирского лайма. Вот мне интересно, сколько вы из вот этого большого пакета добавили листиков? Один? Вот честно. Нет. Штучек восемь, там, десять. Да? Да. Это же не лопух, Кать. Он прекрасно лежит. Его можно даже второй раз заморозить. Второй, третий, пятый. Ему вообще ничего не будет. Его можно даже высушить. И выкурить. Но не надо. Это вообще не только сюда добавляется. Кусная помидора. Это можно добавлять в борщ. И в борщ. Куриный бульон. Вот где надо кислинку. А, так оно дает кислинку. Конечно, а что оно дает? И вкусно. Я думала, что вот этот вот аромат такой. А зачем ты забрал у нее? Отдала сама. Мелания. Ну что, Марат? Хорошо теперь вам? Или свело? Почти. Нет. Вообще не остро. Немало остроты. И кислоты. И кислоту мы добавили в мальчик. Это очень вкусно. Попробуй. Курочка. Ням-ням. Ты что? Вот ты понимаешь? Вот как ты, Катюша. Да. Пока по губам тебе не помажешь. В рот не берешь елки-палки. Видишь, не хотела. Я чуть мазнул. Облизнулась. И опа, чай и понеслась. Мамина девочка. Жуй. Зубками. Ам-ам-ам. Надо жевать. Ам-ам-ам. Вкусно? Добавляю листью. По поводу остроты. У меня, как ты говоришь, в тарелочку, кажется, сам себе. Я тебе дам с Израиля вот тот перчик. Это неправильно. Ну, чего ты? В тарелку себе добавишь. Надо быть здесь остро. Остро. Какой интересный двойной лист. Обалдеть. Слушайте, а я когда-то ела в ресторане целого рака. Туда еще добавляли. То луизианский том ям. Да. По-луизианским. Там вариаций много. Мы сегодня готовим именно оригинал. Как он должен быть на самом деле. А что угодно добавляет туда, не знаю, там как-то малюско-восьминогов. Что тебе мешает или что? Она. Люка будет. Ай, муль. Люка, мой хороший. Все. Не надо эти перчатки. Я уже все почистил, все перемыл. Тихо, нось, нось мой. Ой, ой, ой. Что за ухи? Что за ухи? Что за ухи такие красивые? Боже мой. Мама дорогая. Ты что? Спаньель? Что? Иди покажу. Иди покажу. Смотри. С этой стороны у него зуб уже вырос маленький. Видишь? А тут еще. Вон, смотри. Видишь, меняется. Два. Ну вот, один уже полез, второй еще не вылез. Вот. На днях, на днях случится. Лапоуха, ты чего чела, моя любимая. Люк. Лежать. Да. Видишь? Он дрессировка какая. А, сидеть. Лежи даже. Холост. Ой, ой, ой. Чешись. Чешись. Трусись. Кать, он команды исполняет быстрее, чем я думаю. Мы мешаем ему спать. Он всячески это показывает. Что, Маратик, ты лимон катаешь? Гоняешь. А сейчас мы его добавим. И еще ложечку. Курицы дать? Слышь, ну халат, конечно, зачетный. Елки-палки кожаные. Да, курицы дать. Еще ложечку? Да. Сейчас дам. Сейчас даст. Катюш, мы сейчас этими ложечками полбутылочки бахнем. Если кто-то за вами захочет повторить, то как это? А все тут сложно. Катюня, ты недооцениваешь наших подписчиков. К чему вы стремитесь? Мы стремимся к правильному вкусу. К идеалу. Вкусно? Нет, я уже привык. Если раньше я думал, что за нами тяжело повторить, то ребята, спасибо вам. И инстаграм, куда вы это все присылаете. Вы большие молодцы, так что. Если мы смогли, а чего же нет? И вы обязательно сможете. Поэтому и видео у нас вот такие вот в деталях, долгие-долгие. Марат только сколько рассказывал, что сюда не надо добавлять кокосовое молоко. Он же прорассказывал про свою знакомую. У меня уже два раза отрасли волосы, я уже сбегал. Вопрос же был не в молоке. Ты что, не понимаешь, что ли? А у каждого свое. У каждого свое том-яма. У него каждое блюдо с какой-то женщиной связано. Не каждое, но много. Так это уже он из-за них готовить-то и начал. Ой, не могу. Да. Но. Удивлял. Ой, Марат, Марат. Марат, знатная подлива. Ты пробовал грибочки? Не, а что это пробовать, я не готовы давно. Слышишь, а скажи мне, а что тайцы не любят сладкое, ничего? То китайская кухня кисло-сладкое. Да, а утайца должно быть кисло-сладкое. Можно добавить чуть-чуть сахарку для баланса, но буквально чуть-чуть, чтобы не дай бог оно не было сладким. Ну-ка. Я бы добавил еще. Да, ну вот как по мне не хватает этого баланса. Ну, только чуть-чуть. Если, ну, с одной стороны, а может и не надо, потому что сливка сама по себе сладкая. Вот сливка, да. Сейчас еще ремонт будем добавлять. Ого. Как раз именно сахар. Ага. В нем много сахара. Слушай, ну, Женя очень приятное. Вменяемое, легкое, контролируемое. Оно же не должно, как это, палить тебе губы. Оно же, но. Приятно греть. Хорошо. Все, ладно. Минутку, и мы забрасываем кревет. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо. Слушай, о, ты видишь? Она увидела, что ты танцевать пытаешься. Сейчас будешь иметь. Шум метра. Шаолинь вышел на природу. Иди, Шаолинь, за мисками. За какими? За деревянными. Которых мы будем кушать. Ой, за глиняными. Это тарелки называются. Пиалы. И забывай. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Да музыка там хорошая. Догадайся, где комучья. Это для лошадей хорошо подходит. Угадала. Маратик Джан. Так, это нам с тобой. А это для любимой моей. Ладно. А что, трех не было? Вот таких вот? Спасибо. Глиняных. А я только две нашел. А, одна в огороде. Треснула. Нет, там есть еще. Сейчас я приду. Давай тебе, ты иди. Только не выноси там ничего больше такого. В таком брове. Ты добавил это? Да. И тебе хватит, не переживай. Марат, все уже? Все. Креветки? Креветки. Слышь, у меня тут в кармане завалялась. Китайская традиционная посуда. Погодной будешь бросать? А надо как? Все вместе. Серьезно? Вместе с соусом, которым они мулиновались. Йохан и бабай, а я думал вот это вот. Да вывали это. Вот так вот? Да. Небрежно? Небрежно. Блин. Хотел по-китайски попронтовать. Слушайте, а вот это вот, которое такое темное, это... Темное что? Вот сверху вот это жирное. Это, 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 это паста. Это цвета пасты. С куриным жиром. Сами должно буркнуть или уже можем выключать? Они уже готовы, я их только отпустил. Креветки, буквально две минуты и выключаем. Тихо, давай покажись во всей красе. Ты шо, с этим вареником? Мне кажется, она по-тайски заговорила. Заговоришь тут с вами. Так, ладно, все, готовимся. Бабах-трак-бах. Катюня, по-братски с одной пойдем, не переживай, а я пошутил. А я не переживала, Сережа. Ты не переживала. Вы помидорки забыли положить. Куда? Сейчас, 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 выключим и положим. А вот так вот. Так, а я опять приготовлю поварюшку. Да. Это именно он? Ох, как раскрылся все хорошо. На, любовь моя. Цаца кулинарная, поиграйся. Это грамм. Обалденный, обалденнейший вкус. Обалденный. Все, как ты говорил в начале видео, что без этого никуда, без того никуда, без этого никуда, а то не всовывайте. В принципе, этот суп, одна вот эта вот жижа, острая и креветка. Жижа острая. Правильно? Вот почему готовим мы, а не она. Да. Да. Да, как нет. Знаешь, как этот суп делают? Пятиминутка называется. Да, я заметила. Наливают, наливают воду, пару ложек вот этой пасты, креветки, все, что есть в доме, там морские гады. Пять минут повалили, и вот тебе там я. Можно еще и кокосным молоком его тогда. Вздобрить. Да. Так, ну что? Давай уже закипай. Ну ждем же, елки-палки. Чтоб закипело. Марат, сейчас не одобрит. А я уже выключаю. Она же уже готова, надо, чтобы этот процесс произошел, да. Ну а креветки должны свариться? Они уже вареные. Они только упали вареные. Марата, хлебушек должен быть, да? Как парень нахрен хлебушек? Нельзя так про хлеб говорить, извините. Извините. Все. Подается, я тебе сказал, резецка риса, в крайнем случае, буквально маленькая. А-а-а. Откуда не там хлеб? Ты что? Четвертый хлеб, только у нас в Одессе есть. Он пока туда едет уже не свежий будет, поэтому и не заказывают. Все, Марат, я добился успеха, вот закрутила. Ах ты что? Вот эти помидоры, которые порезаны пополам, Да. Брось туда и выключай. Хорошо. По-тайски вот так вот. Блин, я сказал пополам. Вот эти, те были на четвертый. Смотри, там пришел этот... Кто там ходит он, видишь? Что? Как эта птица называется, которая, когда мы едем? Фазан. Куда пришел? Фазан, видишь, ходит он за огородом? То индюк. Нет, то фазан. Это утка. Ну вот она прилетела. Только шо? Да. Это индейская, она не летает. Ну, Сережа. Это соседская пасется там. Откуда соседская? Это дикая. Какая дикая? Марат, извини. Извини с том ямам у нас. Она первый раз утку увидела. Я тебе говорю, что дикая. Тут никто не живет в этом доме. Катя, там в доме не живут, а по соседству живут. Так и шо, она летать умеет? Тут по соседству. Эти нет. Зато ходят великолепно. Смотри, какая красивая. Ёлки-палки. Это, да, я покажу. Ребята, извините, для тех, кто, как и мой оператор, никогда не видел индийских уток. Вот она. Жирная, вкусная, сочная, мощная. Поняла? Слышишь, вот такой огород бесплатный, еще никто не живет. Я бы сам здесь ходил и траву щипал. Все, посмотрели и хватит. Это вот из нее готовят? Из этой? Да. Ну, конкретно из этой нельзя, потому что она чужая. А так, да. А вообще, да. Да, конечно. Сырекая она красивая. Сырекая, ой, что она тебя виляет именно хвостом. Заманивает тебя. Может, это качур? Не знаю. Уткин муж? Ладно, пошли, там уже Марат ругается. Ты знаешь, как утки шипят? Ты знаешь, как утки шипят? Я вообще не знаю. Сейчас Марат будет. Ругаться. Пошли, бегом. Ой, хорошо. Тетя Люба, здрасте, Бог, помощь. Здравствуйте. Ого, какой у вас красавец тут. Да? Люк, иди к тебе, друзья, пришли. Люк. Ох, какой красивый, Сережа. Иди, пришел там, Канекорсе. Идем. Марат, такой красивый. Что ты такой? Иди гуляй, вон Ник пришел. Иди. Так там не Ник, там такой красивый пес. Да. Просто беспокойно. И что дикой, тебя надо чаще, чаще на барахолку тебя надо выводить, чтобы ты знала. Слушай, вот мы собаку такую заведем. Они такие статные. Она хочет вылезти уже. Понятно. Сейчас я его достаю. Что, я, короче, перепутал и четвертинки добавил сюда, надо было в тарелку, да? Ну так нарежьте. Что? Что бы это еще мешало, вот эта вот тайская кухня, ешкин ты кот. Смотри, он у нас не тусовщик, Сереж. Ножом. Такой благовоспитанный мальчик. Соня какой-то. Королевских кровей. Что-то сильно королевские. Миланька, свободу попугаем. Давай. Свободу. Выходи. Курица наелась. Помидора наелась. Ты счастье мое розовое. Так, я выключил. Да? Все. А я, короче, по две, по три. По три клади, Сереж. Давай, по три. Хоть помидор поедим. Две не туда, не сюда. Да, Марат? Ага. Так. Миланя, Джам. Сейчас будет вкусно, но ты такое пробовать не будешь. А она уже приготовилась. А губку открячила? Что, да. Давай, говорит, веди меня гулять. Марат, набери, накладывай. Потому что я уже, я отец. Все, Маратик, накладывай давай, мы уже с Милани ждем, да? Давай даже Фурик так вот поднимем, чтобы было видно. Смотри, что он делает, смотри. Креветочки, листик. Кребочечки. Обязательно. И палку-то не забудьте, Марат. Палка. И даже джинджер. Ничего здесь не кушается. На тебе палку. Ну, ты по всем традициям кидай. Все. Это вы в одну миску столько креветок набульбокали? Давай. Это он мне. А ну-ка, давай мне вот ту большую мисочку, которую ты принес. Ребята, мы сейчас камеру выключим, так она оттуда просто будет есть, чтобы вы понимали себе, насколько у человека аппетит до тайской кухни. Ой, помидора там именно красиво раскрылась. Не, ну я, конечно, добавил шедевральные, елки-палки. Помидоры. Он, Марат, себе без этого, без комбикорма. Без этого камыша. Обязательно кинзу. Так, я этот камыш аккуратно вот так вот сделаю. Марат, ну я хочу со сливками. Пожалуйста, прям сюда. Я хочу, чтобы он был белый. Я нет. Все, тебе не будет. Я. Хватит, Сереж. Это моя тарелка. Что значит, хватит? Я переживаю, чтобы тебе жирно не было. А ложки ты не брал? А шо вы? Как лошади. У меня есть здесь он чистенький. Сейчас только сполоснем от пыли по-домашнему. Ну вот попробуй сначала без сливок у меня. Я тебя очень прошу. Да? Да. Меланя, меняем ручки. Давай. Сейчас вот так вот. То есть ты... Я могу тебе помешать, да? Да. Ты должен попробовать, какой он должен быть. В оригинале, без ничего. Без сливок. Красивейший на аромат. Бульон. Меланя, это очень вкусно. Извини, папа, тебе сегодня. Идеально. Еще острее должен быть. По кислоте очень хорошо. Шедевр. Будет сейчас у меня в тарелке. О! А вот это уже красиво. Слушай, ну кривень, куда и можно хотя бы? Ну, если она не острая, можно, Сереж? Нормально. Слушай, вы меня держите, я еще и как это, и стоять неплохо умею. Чтобы она к каждому туда не подошла. Да, контролируйте. И я буду смотреть. Ой. Ну, а теперь со сливками. Не, Сереженька, я хочу сначала без сливок попробовать. Спасибо. Ну, я джентльмен. Да, спасибо, что ты предложил. Это очень вкусно. О! А вот теперь от сливок, короче, вот эта легенькая сладость появилась. Такая себе. И молочность, да? Шикарная. Ну, сливки, что на молоке. Грибочек. Ты хочешь уже в дом и раздеться, наверное, да? Да? Нет? Ну, тогда идем посмотрим, что тут. Марат, спасибо, это очень вкусное что-то. На здоровье. Я очень хочу, чтобы ты мне добавил что-нибудь остренького сюда. И я с удовольствием сейчас эту тарелку. А ты помнишь, в прошлый раз, когда мы готовили, тебе тоже очень понравилось? Угу. Даже несмотря на то, что мы там, может, что-нибудь... Все идеально. Так берите эту пасту себе положите. Нет, не пасту. Я хочу именно что-то у Сереги должно быть остренькое. Или порошочек, или что-то. Или капельки. Короче, друзьяки, от всей души, с хорошим настроением, для вас сейчас бегать за перцем. Туда. В одно место. Одесский репон для Марата. Ну, слабенько ему. А мне очень приятно. Кушаешь на здоровье, что ты улыбаешься? Ничего, вы такие красивые встали тут. Марата, шапка набубенилась. А ну, сделай так ручки. Как бедный еврей. Друзья, от всей души, с хорошим настроением. Для вас, как обычно, готовили вкуснятину. Марат и Одесский репон. Чтобы они были здоровы. Пробуйте, это правильный кавьям. Всем пока-пока. Чао. Иланя. Ну, марат, сейчас тебе этот перец рот спалит. Кедри, не фене. Какой кедри у тебя? Смотри. У тебя сейчас седые усы. Будут фиолетовые. Не чуть-чуть, не надо мне сильно. Та-да-да-да-да-да-да-да-дай. Та-ра-ра-ра-ра-ра. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Покой и сон. Сердце. Тебя не хашьет собакой. А я думаю, ты ему принесешь вот так, что капается. От Галкиных там. Это я могу контролировать тогда, да? не то что капается осталось в ресторане серьезно все мы снова готовили я жму накапал делал плакал бедняга любовь моя сейчас ей бульончик ждет и все что ты захочешь все может и вина полезного на листа конечно ли а кукурузный учет их и зрителям спиной то стал сервис еще снимаешь мы же сказали всем пока пока грибочки какие вкусно готовки и будет вам счастье